у вас архитектурная семья но вы очень интересно на каком-то паблик токе рассказывали что там по моему прадед развивал сибирь архитекторов много и выбор профессии архитектурные у вас он был обусловлен вот этой истории или прям вот действительно с детства вам хотелось независимо не отчего правда заниматься архитектурой мне повезло в том смысле что мой дядя петр анчскок он был достаточно известным в москве архитектором и кроме всего прочего он был очень такой живой очень общительный очень интересный с кучей знакомых там и так далее и он показывал вообще какой-то совершенно замечательный образ жизни и глядя на него я не мог как бы не вдохновиться потому что это оказалось таким что чем-то веселым интересным вообще зажигательным тогда плюс они все катались на горных лыжах тогда он меня поставил на горные лыжи все архитекторы катались на горных лыжах это еще крепление когда не было и они жестко привязаны были к на ремнями привязывалась неважно и так далее так дать в общем у меня был замечательный пример кроме того мне кажется что перед войной когда он собственно поступал в институт архитектурное это была достаточно модная профессия потому что мой отец который был инженером и не архитектор но тем не менее перед войной он учился на рабфаке архитектурного института и многие влиятельные люди того времени как например куйбышев его сын был архитектором как дочка когановича тоже был архитектором то есть это говорит о том что профессия была достаточно престижная модель ночью кроме того что значит дядя был архитектор действительно еще был прадед петр иванович макушин который назывался первый просветитель сибири и он действительно организовал какие-то книжные издательства он строил дома для себя и для своих издательств и в тринадцатом году он построил в томске дом науки и техники в котором был народный университет и так далее так далее он стоит до сих пор называется дом науки и техники и мимо куша то есть не только как бы архитекторы не только проектировали но и как бы и стоили за свои деньги девелотмент по нашему вот ну и так далее а дальше конечно и сын архитектор а после института у вас моспроект 2 и ну сейчас моспроект это символ честно говоря того куда лучше не надо ну вот есть такая тема что вот есть там хороший бюро молодежь туда все рвется а есть моспроект это прям вот ужас ужас что тогда это было и почему вы выбрали моспроект во первых не мы выбирали было так называемое распределение и мне можно считать повезло потому что был моспроект 1 который занимался в основном окраинными территориями москвы и типовым проектированием а моспроект 2 занимался центром поэтому это очень престижная как бы мастерская и попасть туда было хорошо и кстати вот там мастерская куда я попал и возглавлял егерев виктор сергеевич замечательный архитектор занималась просто тем центром в котором я жил тверским бульваром арбатские переулки бронные там и так далее а я жил на тверском бульваре поэтому все это мне как-то было знакомо кстати это как бы жизнь окуклилась в каком-то таком месте ходить с тверского бульвара на площадь маяковского где был моспроект было легко и приятно проектировать какие-то дома в этих самых переулках тоже было понятно и так далее так что это это тоже было своего довезения и но то чем все занимались казалось не неправильным и неинтересным было время тогда когда в этих арбатских и главных переулках строились цыковские башни из светлого кирпича и у прогрессивных молодых архитекторов это конечно вызывало чувство протеста вот я помню когда мне предложили в одном из приук арбатских проектировать башню и сначала я там с энтузиазмом взялся потом я понял что связано с тем что нужно будет что-то и за это для этого ломать когда вам сказали что если не в эту другой хуже сделать это было значит замечательно я сказал что нет я не буду я в результате по факту отказались да все равно даже несмотря на этот сильный тезис нет нет потом я поступил в аспирантуры улизну какой смысл был идти в аспирантуру и насколько я помню вы ее не закончили в результате да зачем вообще это было кроме вот того чтобы изменить как бы обстоятельства тогда во время такую что как бы люди жили все двойной жизнью все архитекторы которые занимались скучными какими-то привязками они все были замечательные акварелисты и например николай петрович сукаян который сделал третяковской галереи вот это здание которым там многим не нравится кажется таким скучным сухим хотя сейчас уже к нему отношение изменилось но всегда это было так при этом он был самым лучшим акварелистом среди московских архитекторов самым тонким самым изящным и так далее так то есть архитекторы жили какой-то двойной жизнь то есть они все помимо того чем они занимались на своей работе за что они получали деньги они стремились делать что-то еще значит и вот часть это занимались художественной деятельностью часть занималась какими-то халтурами в худ фонде со скульпинами с оформителями и так далее а часть уходил в науку это было пойти в научную деятельность да да это тоже в общем была форма бегства от той вот этой реальности но который оказалось не интерес тем более чтобы тем более к этому времени мне уже повезло поработать с такой замечательной неровской команды которые возглавляли вот но фрижала и мы делали уж и успели сделать к этому времени вот эту миланскую выставку которая недавно была то есть я уже попробовал чего-то другого и естественно не хотелось чего-то другого тема уже была тогда другая значит мы все понимали что работая с этими башнями мы конечно москву уродуем топчем и так далее и так далее и поэтому хотелось искать каких-то других путей а их можно было искать только теоретически и тогда мы делали какие-то теоретические работы пешеходные пути в центре там и так далее и так далее вот ну и в аспирантуре у меня какая-то похожая была тема то есть что-то связано с такой в общем деликатной реконструкции можно сказать и в результате есть ощущение что сейчас аспирантура эта история когда люди изначально готовятся в госуправлении но или там куда-нибудь уже понятно что там понадобится но это сейчас стало и ну среди архитекторов там нового поколения подавляющее большинство отказывается просто даже рассматривать возможности аспирантуры вот есть такая ситуация сейчас из потеряла смысл мы видим потому что системной науки то нет архитектурный такой сейчас на такой настоящему атака немножко симуляция ну понимаете мне кажется что сейчас для молодых архитекторов нету смысла от чего-то бежать потому что вы в конце концов занимаетесь тем чем вас никто не заставляет заниматься да и в общем это занимаетесь в общем своим делом и вам нет смысла от этого куда-то бежать в науку и так далее тогда еще в аспирантуре кроме всего прочего был меркантильный смысл потому что кандидатская степень докторской степени они давали прибавку особенно если ты собирался преподавать в институте это был солидный плюс вот спустя он больше чем 20 лет после окончания института у вас 89 по моему год у вас образовывается вот это объединение остоженка на базе мархи и стану стартовые условия ровно то о чем мечтают абсолютно все которые открывают бюро вот это стечение обстоятельств когда открылось бюро остоженка это был резкий совершенно ну так в кавычках социальный лифт то есть резко изменилась жизнь пришли деньги совсем другая работа другой ответственности все такое или это было абсолютно такое продолжение прошлой жизни как у вас был знаете было интересное время то есть до 89 года до перестойки то есть было такое ощущение что вот вот такой застой или как это уже забыл называлась это навсегда можно успокоиться настроение в чем-то похоже на сегодняшний успокоиться все достаточно так забетонировано кстати вселяет надежда можно не рыпаться и так далее у меня в общем жизнь как-то устроилась я после работы в генплане там вот новым так далее я работал худ фонде худ фонд от считалось хорошо во первых ты был совершенно свободен у меня была своя мастерская комнатка в коммунальной квартире вот и я считал что в общем моя жизнь состоялась работа там случалось время от времени как антиформительская или еще что но были замечательные работы как например там мы делали с художником у бенниковым оформление советского раздела в освенциме кстати скоро будет юбилей освобождение освенцима тогда тоже как раз был какой-то юбилей вот то есть мы уже не было вполне интересное и поэтому когда восемьдесят девятом году ко мне пришли два молодых архитектора которых я знал но не так чтобы уж и очень гнездилов и баишев и сказали что вот при архитектурном институте организуется такая проектная группа которая будет заниматься остороженкой и не хотел бы я возглавить эту группу раскрывает но у меня все в порядке смотрите у меня из окошка вид на кремль там на крементовскую церковь там у меня диван там вообще все у меня хорошо вот да мне в общем ничего этого не нужно они меня буквально уговорили с чем связано это было ну кроме творческой истории потому что понятно что это настолько лакомая кусок лаком история потому что во первых это было совершенно не очевидно что из этого что-то получится то есть это была в общем какая-то авантюра антиру тогда много было всяких разных но совершенно не было ощущения что надо все бросить и кидаться именно в эту авантюру но у меня был какой опыт работы в историческом центре в 13 лет генплане в общем этим и занимался и собственно именно поэтому ко мне пришли там был опыт столешников перевел к покровке там и так далее так далее вот ну короче говоря они меня убедили в общем-то и время то было такое интересное много чего интересного начиналось и лет мне тогда был совсем немного немного и и и и и и и и